Мы поведаем вам неофициальную, неавторизованную историю величайшей поп-группы, рассказанную от первого лица. Коллегами, поклонниками, экспертами. Вы увидите нигде не демонстрировавшиеся ранее домашние видеозаписи, фотографии из личных архивов, недавно найденные документы. Уникальные события, героями которых стали четверо друзей. Бетлы Джон, Пол, Джордж и Ринго. Четверо парней, которые потрясли мир. Группа Битлз. Они появились и создали новую музыку, изменив образ массовой культуры. За каких-то коротких 10 лет они завоевали весь мир. Мы предлагаем вашему вниманию редкие, малоизвестные документы из первых рук, от участников тех легендарных событий. Джон был главным хулиганом в нашем районе. Это были Джон, Пол, Джордж и Колин. Именно Элвис вытащил меня из Ливерпуля. И, конечно, потом они стали Битлз. Сложно объяснить тем, кто родился не в 60-е, что это было такое. У них было всего 10 фунтов на всех. К этому времени они стали лучшей рок-группой планеты. Совершенно новый звук. Неизвестные домашние записи из личных архивов четверки. И самая первая съемка Битлз, отреставрированная и оцифрованная. Удивительные кадры, которых вы больше нигде не найдете. Вы знаете подлинную историю из неофициальных свидетельств. Неизвестные Битлз. Океанские лайнеры курсировали между Ливерпулем и Нью-Йорком. Чуть ли не вся ливерпульская молодежь работала на кораблях. Они покупали и везли из Нью-Йорка разные пластинки. И так все группы получали музыку. В любом пабе Ливерпуля звучала разнообразная музыка со всего мира. Через доки шла вся эта новая культура. Когда мы услышали Скифл, который играл некто Ленни Донаган, мы организовали Джерри Марсден Скифл Групп. Джон был главным хулиганом в районе. Любая мама говорила, не ходи с ним, попадешь в беду. В школе было стрёмно. Я вечно попадал в истории. Но если в районе, на улице, я встречал настоящих тедди-боев, знаете, это было опасно. Но мне нравилось, знаете, быть рокером. В школе было проще. Там я мог сказать что-нибудь умное, и они думали, что я круче, чем был на самом деле. Они ходили в Квори Бэнк Скул. Джон задумал сколотить Скифл Группу, и Квори Мэн было подходящим названием. В первоначальном составе играли Джон Леннон, Эрик Гриффит на гитаре, Род Дэвис на банджо, Лен Гэри на басу, струне с ящиком из-под чая, и я на барабанах. Пит Шот играл на стиральной доске. Таким был состав Квори Мэн. Джон с Полом встретились первый раз 6 июля в зале церкви Святого Петра на празднике в Уолтоне. Иван Воан познакомил Джона с Полом, потому что знал, что Пол играет на гитаре. Пол сыграл на гитаре Джона 20-флайт рок и как-то с задом наперед. И Пит сказал, знаешь, парни, впечатлило то, что ты выдал. Хочешь играть в нашей группе? И Пол сказал, да. Джордж был года на три моложе меня, он был совсем маленьким. Никакой не деревенщина, но в чем-то вполне Тедди Бой. Очень тихий. Он был младшим из нас, когда мы пригласили его в группу. И он был отличным гитаристом. И там были Джон, Пол, Джордж и Колин. Мы играли в детских клубах по всему Ливерпулю. И там встретились с группой Quarrymen Skifal Group. Там были Джон, Пол, Джордж. И из музыки Skifal мы шагнули в рок-н-ролл. Именно Элвис вытащил меня из Ливерпуля. Из Джерри Марстона Skifal Group вышла группа Джерри и Миротворцы. А ребята, конечно, стали Битлз. Сложно объяснить тем, кто родился не в 60-е, что это было такое. Это как получить из старых рук. Но если ты сам оттуда, это экстраординарно. В первоначальном составе были Джон, Пол, Джордж, Стюарт Сатклифф и Пит Бест. Пит был очень-очень подходящим. Очень скромный, застенчивый. Своего рода Джеймс Дин этой группы. Очень артистичный. Очень богемный. В общем, потрясающий. Да. Когда я договорился о выступлении Битлз, мы сделали кассу. И с тех пор я платил им наличку на руки. Минус мои 10%. В те дни расчеты велись наличкой. Но у них было только 10 фунтов на всю группу. Очень важным моментом в их жизни была организованная мною поездка в Гамбург. Гамбург стал их школой. Они учились быть битлами. Они отработали там почти полгода и вернулись в Англию. Перед вами Битлз. Занавес открывается. И вот они, 5 богоподобных мерзавцев. Того и гляди, разбомбят всю сцену. Но выглядят они здорово. Еще даже не сыграв ни одной ноты. Нам казалось, они просто класс. Тогда они появились в первый раз. Это был электрический рок-н-ролл. Для того времени они играли очень громко. Я попался на крючок. Звук был невероятный. Он шел не в голову. Он шел через все твое тело. На тот момент они были лучшей рок-бандой на планете. Я всегда это говорил. Звук был потрясающий. Так что они меня зацепили. Это росло как гриб. Неожиданно, в течение месяца, по всему Ливерпулю. И все билеты были куплены. На сцене эти четверо скачут, излучают энергию. Все было наполнено этим. Энергией и жизнью. Задор. Искра. В них была удивительная индивидуальность. Думаю, это были отчасти Битлз, но отчасти и Ливерпуль. Февраль 1962 года. Впервые на экранах самые первые отреставрированные кадры того, что вскоре станет общемировым феноменом. Первый раз я увидел их 14 февраля, в Валентинов день, в клубе Казанова. Джон, Пол, Джордж и Пит. Сцена находилась в углу, полметра над полом. Их было довольно трудно разглядеть. Сцена, наверное, метра три в длину и полтора в глубину. Почти как в каверне. Чуть больше, чем в каверне. Черный занавес. Везде серебристая бумага, свисают какие-то украшения. Все очень причудливо. Маленький усилитель Vox. Невероятно, какой звук они из него выжимали. У Витлов было всего три усилителя. Ударная установка, пара-тройка гитар и иногда маленький орган. Вот и все оборудование. Никакой светотехники или звуковой системы. Это не был общепринятый рок-н-ролл. Но совершенно новый звук, и эти гармонии, такие мелодичные. Это не рок-н-ролл на три аккорда. И совсем не скифул. Гармония, мелодия, музыкальный прорыв. Внезапно появились они, и это звучало так свежо. И, конечно, в то время мы не понимали всего значения этого. Они просто пели свои песни. И это звучало совсем по-другому. Для музыкального мира это полное потрясение. Для всех нас, кто с этим столкнулся. Для британской музыкальной сцены 60-х. Брайан Эпстайн был уникальным менеджером. Он пришел в бизнес через розничную торговлю. Это был продавец-энтузиаст. Эпстайн сказал, что если вы хотите звучать в местах побольше этого, вы должны измениться. Перестать есть на сцене, ругаться, курить. Нужно выбрать, заниматься делом или жрать на сцене цыпленка. Феноменальное время. Ты молод, и ты во всем этом участвуешь. Так энергично и так здорово. Вошли эти четыре неряшливых типа. Но что-то меня заинтриговало. У них были похожие стрижки. Стрижки, которых я раньше не видел. И я подумал, может, стоит их испытать. И вот я спустился к ним, чтобы представиться. Они тоже представились. Джон, Пол, Джордж и Пит. Пит Бест был тогда барабанщиком. Эпстайна провел через заднюю дверь Джордж Мартин, продюсер. Итак, по воле случая, Битлз попали на студию Парлуфон. Во второй раз, приступая к записи Love Me Do, они с Джорджем Мартином сошлись во мнении, что Пит Бест не годится. На этом сессия закончилась. Между этими двумя сессиями парни увидели Ринго, который играл с ураганами где-то в Ливерпуле. И он им очень понравился. Ринго был немногословен, и он был счастлив сделать то, о чем его попросили. Вдруг из автомата слышится эта песня. И все в пабе оторопели. Это было так энергично и так здорово. Просто потрясающе. И, конечно, мы хотели узнать, кто это. Это была песня Please, Please Me группы Битлз. И потом мы крутили ее всю ночь подряд. Уникальная съемка турне группы Битлз по Шотландии. Они отлично подходили друг к другу. Все четверо обладали талантом и харизмой, и кроме того, им повстречался этот молодой торговец Брайан Эпстайн со своими великолепными идеями по продвижению на рынке, так что все совпало. Словно так было задумано. Конечно, это был успех. Их первый хит. И все закрутилось. Потому что они сделали хит номер один. Студия Эмми хотела записать пластинку как можно скорее. Так это делалось в те дни. Сначала сделай хитовый сингл, затем запишешь большую пластинку. И вот они пришли, заказали день. Целый день. Чтобы только начать, как я думал, запись полной пластинки. Мы начали утром в 10 часов. Проработали весь день. И вышли на 13-ю песню в тот же самый день. Twist and Shout. И к этому времени Джон практически сорвал голос. И я подумал, что Битлз были глотком свежего воздуха. Четверо парней, таких же, как все мы, того же возраста, сочинили все эти удивительные песни. Они были свежей струей, чем-то новым. Просто фантастика. Вдруг Англия вышла на первое место по производству хитов. До той поры лидером всегда была Америка. А теперь... Внезапно лидерами стали мы. Благодаря одним только Битлз. И думаю, это уже часть истории, которая будет жить вечно. Удивительное время, когда ты молод, и ты часть того, что происходит. Фантастическое время. Оно уже не повторится. Ничто не умирает, но это уже не повторится. Это было чудовищно созидательное. Они могли провести в студии 4-5 часов, потом отыграть 3 концерта. Все в один день. Мы отыграли 32-дневное турне в поддержку Роя Орбисона. С участием Джерри и Миротворцы. Они только что выпустили сингл «Как поживаешь». В 1963-м мы были популярны как Битлз. Первая часть заканчивалась выступлением Битлз. Вторую открывали Джерри и Миротворцы, и выходил Рой Орбисон. Не такие крутые, но популярные. Они были хорошими музыкантами. В первый же вечер публика не переставала кричать «Битлз» на протяжении всего концерта. И нужно было что-то менять. И тогда Рой Орбисон закрывал первую часть, а Битлз – вторую. И уже тогда в зале было опасно, я имею в виду битловских фанатов. И мы потихоньку уходили в тень. А их дела шли все лучше и лучше. У нас сложился интересный график. Кроме турне и двух ежедневных концертов, мы делали шоу на радио и записывались. Мы оказались в Лондоне, записали на BBC полдюжины радиопередач каждый день и давали концерты по вечерам. Режим работы необычайный. Безостановочное турне, записи, промоушен. То, как они выглядели, их индивидуальность, их ливерпульский юмор, без конца и краю и все эти песни. Их так легко было напевать, а тексты такие хорошие. Просто здорово. И вдруг это революция. Не только в музыке, но и в обществе. Все как будто заполыхало огнем. Году в 62-м, 63-м, когда появились битлы, и это было фантастическое время для подростков, таких как я. Скажу вам честно, им, битлам, не нужны были продюсеры. Они точно знали, что они делают. Почему им удалось стать особенными? Во-первых, это их материал. У них были блестящие песни. А во-вторых, харизма. Вплоть до мелочей. Почему Пол оказался левшой? На сцене он хорошо смотрелся в паре с Джорджем. Понимаете, о чем я? Может быть, я говорю слишком эмоционально, но все это интересный аспект. Они были интересны, выглядели необычно. И были не прочь добавить немного хореографии, трясли своими космами и вопили. Они делали это с охотой в те времена. Конечно, вскоре Ленону это уже надоело, как и Джорджу. Я так думаю. Пол и Джон сочиняли постоянно в любую свободную минуту, понимаете? В гримерке, в машине, на репетиции, в гостинице. Они просто штамповали песни. Мы постепенно выработали свой стиль. А все дело на самом-то деле. Только в том, что мы решили писать собственные вещи. В одной из аннотаций к пластинкам Битлз я употребил выражение «Легендарная четверка». Я писал какой-то пресс-релиз, и на столе оказался этот конверт к пластинке. И я хотел употребить такое выражение, но подумал, нет, звучит немного помпезно. «Легендарная четверка». Я и представить не мог, что 40 лет спустя все будут называть Джона Пола Джорджа и Ринга «Легендарной четверкой». К середине 1963 года Битлы уже не могли никуда выйти. Удивительная музыка. Настоящее великое искусство. Сначала они передвигались на минивэне, пока не была выпущена модель М1. На А1, но вы ее знаете. Можно было добираться часами с остановками не в самых лучших гостиницах. По схеме ночлег и завтрак. И ты, скорее всего, не спал всю ночь, принимал пару таблеток или, знаете, выкуривал сигаретку или что-то такое. Не знаю. Мы сейчас можем оглянуться назад и сказать, «О, эти удивительные дни!» Но такие группы, как они, они выжимали полный газ. Я имею в виду два-три шоу за вечер из одного рабочего клуба в другой. Не знаю, как долго они играли, наверное, где-то около двадцати минут. Нужно помнить, что во времена Битлз поездки на выходные и в отпуск происходили нечасто. Отпуск, особенно за границей, считался редкостью. За границу обычно отправлялись на Нормандские острова, куда-нибудь во Францию или Италию. И это считалось событием. И, значит, Битлз жили в сказочном мире с точки зрения обычного человека, уезжая за границу на выходные. Об этом большинство могло только мечтать. В частности, Ринго с таким восторгом воспринял поездку на Джерси. Это говорит о том, что он вышел из очень бедной семьи. Приятный раз уж так постарался увековечить о ней память. Пошел и занял у молочника кинокамеру, чтобы снять всех на пленку. Его родители, очевидно, не могли себе такого позволить. И он взял в долг камеру, и теперь у нас есть эта пленка с тех битловских гастролей. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Н.Семкин Корректор А.Семкин Субтитров А.Семкин Все стало по-другому после выхода Шилавзью. Улицы городов заполонили кричащие подростки. Они были не только у входа в зал, а по всему городу. Именно тогда впервые возникла эта массовая истерия. Дата рождения битломании осень 1963 года. Фактически ровно год спустя после выхода в Англии сингла Love Me Do. По этому случаю они выступили с коротким номером в программе Воскресный вечер в зале Лондон Палладиум. Аналогом в Америке являлось телешоу Эда Салливана. Битлз выступали в живом эфире напичканном рекламой на британском ITV. И все эти подростки столпились на улицах. На следующее утро первые полосы газет пестрели снимками. Битломания проснулась. Мы перепробовали все. И мы стали известными. И, как говорят, мы стали модными. Но мы покупали вещи в магазинах. Они во многом были такими же, как и мы. тощие молодые юнцы. Немного противоречивые, но не слишком. И они оказались в центре публичной жизни, наполненной энергией, экспериментами, авантюрой. Битлз стали ее частью. Частью этой силы. Они в нее окунулись и взорвали своей музыкой и были готовы оседлать волны культурных перемен. С Полом всегда можно было поговорить. Он любил вести беседы, это правда. Очень милый, приятный парень. Что еще о нем можно сказать? И Джон такой же. Он был несколько более, как бы сказать, хамоватым, но не для меня, для репортеров. Пол Маккартни в своей музыке уделяет большое внимание персонажам. Как только у персонажа появляется музыкальное лицо, оно становится живым. Это определенный тип музыки, и я думаю, его красочные персонажи для меня это вершина. Это сила битловского искусства. Битлз И как контраст, Леннон для меня больше рокер. И в этом он, возможно, уходит дальше. Его музыка чуть более тяжелая, в ней больше рок. Возможно, даже Маккартни более мелодичен. Я не говорю, что Леннон не умеет сочинять мелодии, конечно, умеет, но в нем, возможно, превалирует ритм, в нем больше рока. Музыка фантастическая. Это высокое искусство. Весь мир ее оценил. Эта музыка не зависит от языка, культуры и тому подобное. Она выше всего этого. Битлз отразили, создали и породили некоторое количество понятий. Мне кажется, это наиболее наглядно проступает в их песни из альбома «Сержант Пеппер» «Day of the Life». Вот это их отношения. Знаете, мы хотели бы изменить мир, но не хотим входить в мир революции и политики. Им удалось найти простой язык и столь яркие образы и вложить в них столько идей того времени. Не думаю, что все это для специалистов-интеллектуалов. Они все несли в массы. Лондон стал эпицентром передовым краем моды, местом, где выставляли себя на показ. Даже в самых простых вещах, лежащих на поверхности, много литературы. На самом деле, сочиняя такие песни, как, например, «Пейпербэк Рейтер», Маккартни писал короткие рассказы. Потрясающая работа. Это шедевр. Как у всех великих художников, в творчестве Маккартни и Леннона есть большое количество культурных ссылок. Иногда мы этого не осознаем. И в этом их сила, в способности провести культурные параллели. Они всегда экспериментируют. Маккартни в середине 60-х учился многим вещам. Познавал новые инструменты, новую музыку, экспериментальную, электронику и тому подобное. И в них была эта страстная пытливость, несвойственная обычным рок-музыкантам. И думаю, это их отличает. Постоянные желания эксперимента и поиск новых знаний. Это что-то острое. Неизвестные Битлз. Свидетельства и кадры. Владелец зала Олимпия Бруно Кокатрикс был достаточно известной фигурой в шоу-бизнесе. Он хотел устроить шоу самых горячих исполнителей из Франции, Америки, Англии. Из Америки он выписал Тринни Лопеса, автора популярного в то время хита «Если бы у меня был молод». И у меня тогда в начале карьеры тоже было много хитов. Я была единственной девушкой, поющей рок-н-ролл в те годы. А Битлз, конечно, стали в Англии сенсацией, но не во Франции. Это тоже была сенсация. Открытие для французской публики этот концерт это было накануне и в турне по Америке. У Тринни Лопеса я играл на ударных. Мы выступали в зале Олимпия в Париже. Нам сказали, что мы будем играть вместе с некой командой под названием Битлз. И этой замечательной девушкой Сильви Вартан в одной программе. Но что это за Битлз? Я никогда не слышал. Ведь я из Америки. Они еще не побывали тогда в Штатах. Молодые ребята и мы такие же молодые. Нас это сблизило, мы подружились, проводили вместе дни и ночи, тусовались целыми днями, а вечером играли. Устраивали вечеринки и стали чем-то вроде семьи. Я помню, что билеты на шоу раскупились на ура. С появлением Битлз Париж как будто накрыло волной. В первый вечер я смотрел концерт из-за кулис и мне показалось, что они очень даже ничего. Молодые ребята. Музыка простенькая, рок-н-ролл на три аккорда, «Люби меня, как я тебя», простые вещи. Мне очень понравилось. Я увидела, что они оригинальные, со своими стрижками, выглядели они вызывающе для того времени. Мы отлично провели время, работая в Олимпии. А насчет пленки могу сказать, я везде старался снимать домашнее видео, куда бы ни ехал. где мы были, что мы делали. И мой приятель снимал с балкона Тринни Лопеса, Дэйва Шривера и меня во время выступления. Я поднялся на балкон и снимал сам выступление Сильвии Вартан. А потом хотел снять и Битлз, о них тогда никто ничего не слышал. И кто мог знать, тем более у нас, в Америке, что эти ребята величайшие гении в истории музыки. В общем, я пошел на балкон с правой стороны и снимал Битлз. Я просто влюбился в этих парней. Не в музыкантов, не в группу, а в этих людей. Они отличные ребята. И я спустился вниз, обижал сцену и сделал несколько других кадров. И думаю, то, что я снял тогда, это единственная съемка Битлз в зале «Олимпия». Думаю, что больше таких кадров нет. Зал «Олимпии» был забит битком. Публика кричала. Такая уж наступила эхо, вулканическая. Громкий звук, и все это было новым для всех, для молодежи, для нас, для музыки. Джон был шутником, любил прикалываться. И у нас был немного извращенный юмор. Я думаю, как у всех музыкантов. У них извращенный юмор. Но Джон был особенным, ребята. Очень, очень забавный. Очень. И я помню, Джон показался мне самым остроумным. Он вечно шутил и рисовался. Очень дружелюбный. Он был самым общительным, насколько я помню. Каждый раз, когда мы ехали в «Олимпию», я брал камеру и снимал у сцены. А однажды просто на улице, напротив, снял рекламу для «Олимпия». «Битлз», «Тринни Лопес» и «Сельвива Ртан». Как театр на Бродвее. Две с половиной тысяч мест, но только сломанные кресла и все такое. Ну, вы понимаете. Разгоряченная публика и вся обстановка, знаете, за сценой, на сцене. Единственный, с кем, как я чувствовал, трудно было подружиться, был Джордж. Душевный парень, доброжелательный, никогда не видел, чтобы он с кем-то не ладил. Всегда в хорошем настроении, но он был немного застенчивый и очень тихий. Джордж, не знаю, был более скромным или, как это сказать, не робким, нет, но казалось, что он немножко в стороне. Мы катались с Полом на его остине мини-купере по Лондону со скоростью 80 миль в час. Я боялся за свою жизнь, но парень, он просто классный. С ним как-то все по-домашнему. Пол был мне очень симпатичен. Он всегда был очень вежливым, спокойным, обходительным. Мы с Ринго отлично ладили. Мы оба барабанщики, у нас было много общего. Мы могли обсуждать игру, свою партию, установку. Ринго был тоже остроумен. он барабанщик и всегда был со своими палочками, вынимал их как бы из воздуха. Тоже сеял остротами и в нас был молодой дух. Все было неподдельно, хотя и очень вызывающе для того времени. Люди говорили, о боже, длинные волосы, как это ужасно. Они казались бунтарями. они протестовали против всех. Шоу прошло блестяще. Если говорить, к примеру, о выступлении Битлз на стадионе Шей, то оно не было вехой в мировой истории, и вы ничего о нем не слышали, но в Олимпии это было блестяще. Потрясающий звук. Столпотворение в портере, шесть первых рядов стояло. Я поняла, это что-то острое. В последний вечер мы ужинали вместе после выступления, и они сказали, послезавтра мы летим в Нью-Йорк сниматься в телешоу. Я сказал, да, правда, отлично, вы увидите Америку. Я сказал, а что за шоу? Они сказали, шоу Эда Саллимана. Я сказал, вам понравится, это, наверное, лучшее шоу в Америке в наше время. Джон посмотрел на меня и сказал, да, но, знаешь, мы хотели бы, чтобы нас увидели в Калифорнии. Я сказал, вас увидят в Калифорнии? Он спросил, увидят в Калифорнии? Я сказал, ну, да, конечно, передачу вещают на всю страну. Он не мог этого понять. потому что вся Англия размером с наш штат Нью-Джерси или Нью-Йорк и что если они участвуют в шоу в Нью-Йорке, их увидят и в Калифорнии. Их это очень взбодрило. Просто великая музыка. Битлз неизвестные и редкие кадры. У каждого из них были 16-миллиметровые камеры. Пол снимал везде, где он оказывался. Просто снимал на свою камеру все это домашнее видео, а потом монтировал довольно профессионально. Мэджикал Мистери Тур — детище Пола. Он носился с этой идеей. Пол сказал мне, слушай, если я не потороплю их, если сейчас Битлз не сделают этого, они никогда не станут рабочим коллективом. Я хочу этого избежать. Я хочу, чтобы мы немедленно брались за работу. И вот так он начал осуществлять план съемок фильма «Волшебный таинственный тур». Мысль о волшебном туре пришла к Полу. И сама песня была написана во время работы над сержантом Пеппер. У него появилась идея, снять фильм о маленьком волшебном и таинственном путешествии и без всяких предварительных планов, серьезно ничего не обдумывая. Он просто сколотил команду киношников, нанял машину и пошло-поехало. «Стар не стали не Грэйфул Дэд, не Грэйфул Эйрплейн, как называет их Мик Джаггер. Мы всегда были самими собой. Возьмите любую песню Битлз. Немногие из них передают эпоху. Они как бы сами по себе, как песня Хейджут или Элеонор Ригби. Неважно из какого периода, эпохи. И 200 лет они останутся такими же. Может их будут играть немного по-другому, с помощью какой-то новой техники, но в чистом виде это песня, понимаете? Они были феноменально живой группой. Гармонии в точку, идеальные. Играли они чертовски хорошо, просто потрясающе. Очень жаль, что тогда, летом 63-го, никто не слышал, как они играли. Это было по-настоящему круто. Они были хорошей концертной группой, просто они чувствовали, что их никто не слышит. Когда они работали над сержантом Пеппером, они экспериментировали и музыкально, и в смысле химии, тогда они уже не были группой. В те дни они не были единым организмом. Они все делали по очереди. кто чей черед? О, сегодня мы делаем песню Джона. Думаю, битлы поняли, сколько делается на них денег, и решили начать свой собственный бизнес. Основали фирму Apple, и решили вести дела сами. Но вы же знаете, для бизнеса нужны головы бизнесменов, и думаю, для них было бы лучше делать то, что у них лучше получалось. Писать песни и выступать. Понимаете, о чем я? Каждый должен заниматься своим делом. Причиной, по которой Леннон отвернулся от Эпстейна, было то, что он больше не хотел быть в легендарной четверке. Эти стрижки, костюмчики, ставшие по сути униформой. Он не любил единообразие, конечно, нет. Он был своенравен, интроспективен, всегда что-то цитировал, для чего мы здесь, для чего это все, что было в детстве, знаете. Он не был счастлив, я так думаю. Я никогда не считал, что распад Битлз это нечто плохое, о чем нужно сожалеть, рыдать и скорбеть. И не думаю, что роковую роль здесь сыграла Йоко Оно, или Линда Истман, которые в то время были спутницами Джона и Пола. Никогда не считал, что их нужно винить в развале группы. Не нужно смешивать Джон и подруг и группу. Это не сработает. Распад Битлз был неизбежен. И честно говоря, мне казалось это скорее хорошо, чем плохо. Альбомы Битлз с конца 60-х годов это доказывает. Они сделали все, что могли. В рамках легендарной четверки, как квартет, как певцы, музыканты, авторы песен, как группы, они уже ничего не могли дать. Под конец, я уверен, не было этого цемента, этой дружбы, с которой начиналась группа. Они стали разъединены, далеки друг от друга. Я считаю, что распад начался года с 66-го. К концу их концертной деятельности распад набирал обороты, и с годами вовлекались другие силы, другие люди, которые привели к распаду Битлз. Когда они все вылезли из ящика под названием Битлз, они все взорвались как личности. Мы все долго мечтали об этом. Ради дружбы они же должны объединиться, записать последний альбом. Боже, представьте себе, какой это будет альбом, какой творческий прорыв. Но этого не случилось. Чтобы добиться такого успеха, как у Битлз, недостаточно было только великой музыки, талантливых написанных песен, нужно было что-то еще. Ничего не получалось. Они работали со множеством эпигонов, но уже ничего не срабатывало. Почему? Не было главного элемента, харизмы. А вместе у них ее было много. Все четверо были очень харизматичные люди. Время показало, их помнят за пределами Британии и Америки, по всему миру, в каждом уголке. люди покупают, люди слушают Битлз, записывают кавер-версии. И я думаю, это показательно. Они прошли такую проверку. И едва ли кто-то из групп даже просто приблизится к этому. Поп-музыка, рок-музыка, это культура, в этом нет никаких сомнений. и альбомы Битлз, как и многие альбомы того времени и в наше время удерживают свои позиции без вопросов. И это шедевры. Невозможно сделать лучше то, что сделали эти ребята. Они черпали из источника британской и американской культуры и питали этой водой почву вокруг себя. То есть на следующие 20-30 лет они стали эталоном в поп-музыке. Двух из Битлов уже нет с нами, но группа никогда не умрет. Не знаю, будет ли у нас еще такая великая группа как Битлз? Это современная версия Ренессанса. Это изменило мир. Знаете, я ничего не говорю. Я просто живу своей жизнью. Быть самим собой? Знаете, я художник. Если я художник-политик, я художник-политик. Если религиозный художник, то религиозный, но прежде всего я художник. А в остальном я просто пытаюсь жить своей жизнью. Думаю, они безусловно стоят на вершине вне конкуренции. Они гениальнее любого другого артиста или группы. поскольку если кто-то хорош в чем-то одном, Битлз, что самое необычное, были хороши во многих вещах. В их гибкости, жажде поиска и роста, как группы, в отличие от многих других групп, они превзошли тот образ музыки, который изначально внедрили в сознание общества. Это как хороший сэндвич с ветчиной. Леннон и Маккартни его начинка, а Джорджи Ринго ломтики хлеба. Вне всяких сомнений, их музыка переживет всех нас. Битлз будут существовать вечно. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург Пятый канал. Редактор субтитров